Приветствую, дорогие мои, это божественный аниме Эстетник Ронтир, и я продолжаю обзор на аниме Мир Атома Игр Нелегкий Мир для Мопов, часть 2. Половина сезона прошла, мы лицезрели горячие источники, а значит по канону нас ждет школьный фестиваль с кафе горничными. Особо ничего не происходит, но как и по сюжету игры, появляется очередная злодейка, плоская, токсичная герцогиня, у которой зуб на все что движется. Наблюдаем рофлы с королевой Милфой и отмечаем поведение Леона на просьбах королевы. И Леон вписывается в авантюру спасти дворянский род какой-то мутной девахе. После, а пока что, фестиваль продолжается, и Леон наваривается на тотализаторе, в местном аналоге гоночных соревнований. И по закону жанра, сам принимает участие в финале, где в очередной раз спрягается за Анжелику и отстаивает честь первокурсников. В данном эпизоде идет противостояние с отвергнутой невестой зеленоволосого черта, тот что бомбу подсунул. Оказывается, что этот расторгнул свою помолвку с благородной рыжухой письмом. Повторю, этот альтернативно одаренный бросил Милу Рыжуху. Так что пиздюли от команды Рыжули он получил заслуженно, но мало. А девушку искренне жаль. Из няши-стесняши она озлобилась и загуляла. Но Леон заставляет зеленку извиниться. И становится другом Рыжули и ее подсоса. Остается только... Просто быкнуть и наебениться в пизду. Анну и токсичная герцогиня пытаются поссорить Анжелику и Ливию, припоминая, что Анжелика нелестно высказывалась о нищебродах. Ненавижу, блять, цыган. И тут... Я хочу посмотреть, как делаются бабы. Происходит мега эпичный замес. Блять, я тебя захуяю. Но бюджета не хватило, и это реально статичные картинки с озвучкой. Разу ты еще говори, блять, подыхалки получаешь, махуй. Я за 17 лет своего осознанного аниме-экспириенса вижу такую драку впервые. Но в любом случае, это лучше, чем битва Эсконора и Миллиодаса в Семисмертных Грехах. На этом... Блять, скоро журат. ...и фестиваль заканчивается. И в конце серии Клиффхенгер с мутной дворянкой. Ваше место у Параши. В следующей серии мы узнаем, что в детстве я был Фури из-за гаечки. А также, что мутная дворянка... Оказалась просто тварь. ...в шестерках у злобной герцогини, которой Анжелика помяла еблет. Две... Ебанутые ебанушки. ...вгоняют Ливию в депрессию. Я поначалу не слишком об этом думал, а зря. Хоть автор и страдает клише в создании мироустройства, но отразить психологическое давление все же смог. Ливию прессует тем, что она неблагородного происхождения. Проще говоря, холопка. А учитывая, что Анжелика раньше нелицеприятно отзывалась о низшем сословии... ...вы вообще нихуя не люди. ...это вдвойне давит на юную девушку. Ну заплати. Ливия не знает, кому верить. И считают ли Анжелика и Леон ее за друга. Или просто за питомца, с которым весело проводить время. Этим пользуется. Сука. И загоняет Ливию под кабук. Ну так вот. Двуличная... Грязная тварь. ...исполняет план злой герцогини. Героя просят разобраться с пиратами на землях двуличной твари. Их, понятное дело, там нет. Но Леон-то не в курсе. И он, конечно же, как крутой перец, должен разобраться с ними. Это благородно и зачетно для дворянина. Но по плану герцогини, нашего героя ждет ловушка, где ему дадут знатных пиздов. Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. Я уже начал волноваться за нашего протагониста. Но оказывается, это было в сюжете от дома игры. И он с самого начала знал, что его ждет Кидалова. Потому что я умный! Но для Леона драка с пиратами вроде как может лутануть один из трех артефактов, нужных для Ливии, чтобы она стала чуть ли не богиней этого мира. Поэтому ведемся на подставу. Как я повелся на рекламу и купил... ...насос для увеличения пениса. Люксер предупреждает героя. Такие как ты, бабу, нравятся. Что из-за его вмешательства главная героиня Ливия совсем потеряет цель существования. И вообще у него могут быть чувства к Леону. Но Леон затирает речь обычного анимешного Дебика. Хочу же б ты заткнулся, вот и все. По его словам, он просто плесень на стене. И ему не положено мутить сюжетными персонажами. То есть с тем, что надо создавать семью в этом мире, он смирился. А то, что сюжетные персонажи имеют свои чувства и эмоции по отношению к нему, нет. Вот типичный пример малолетнего дебила. Люксера тупо с Те Леона делает мысленные... И мы встречаемся уже на пристани, где к нам в компаньоне затесались по приглашению двуличные два любовника Марии. Красный и фиолетовый. Леон это не показывает, но чем больше народа, тем больше огласка заговора против него. А двое из цветной команды Марии особенно благородные джентльмены. С ними можно и в поле срать, поэтому не особо против их компаний. Уже на борту футуристического корабля будущего, который в манге был замаскирован под деревянный, мы видим, что автор сделал убранство воздушного судна как загородной резиденции. С каменными стенами, коврами и люстрами. Я понимаю, что хочется быть оригинальным, но это настолько вывеглазно выглядит, что автор попадет в ванну. Да сгорит твоя жопа в аду за все твои прегрешения. За чаем мы узнаем, что дуэт Крашеных хотят поднять бабла с поимки пиратов. Но и фиолетовый был со свалтом с двуличным. И так как он отменил свадьбу, то он ей якобы обязан. Но вот этого можно было бы и понять. Их брак был чистой воды политикой из-за расположения родовых земель. И видит он ее третий раз в жизни. Ну так вот, летим мы в зону обитания пиратов. Леон и Цветные играют в Блэк Джек или по-русски Ёбаный рот этого казино, блядь! Он мухлюет и разводит их на Your finger in my ass Крапленые картонки Понимаю Попутно попиваем чаек. Касаемо чая. Чай важный элемент произведения. Создавая аристократическое общество, автор не упустил момент подчеркнуть важность этого напитка богов. С чаем у меня прям вообще охуенно дела обстоят. Я всю жизнь пью чай. И от него, ну, мне прям всегда хорошо. Внезапно Случается нападение кого, по-вашему? Правильный ответ. Нападение пиратов. Вот так вот Появляется два пиратских футуристических дирижабля. Ой, какая же это все хуйня. Это внезапная атака спланированной герцогини. И по ее мнению, это ловушка. Замечательно. Поразительно. Гениально. Но Леон, не тратя много бюджета на анимацию, делает пиратом fucking deep. Выделю только лидера пиратов. За такой стереотипичный дизайн автор заслуживает еще раз попасть в ад и вместе с Гитлером очищать ананасы жопой. Берем пиратов в плен, чтобы потом допросить с пристрастием. Ты все подпишешь мне, пидор. И вот мы уже на месте. Территория двуличной, где, как оказывается, хозяин этих земель, по совместительству ее отец, вообще не в курсе, какие такие пираты терроризируют его земли. Двуличная понимает, что шито-крыто пытается переложить свою вину на Ливу. Но Леон, не скрывая своего негодования, говорит Слышь, псина, пиздишь! Наезжает на Тактика Какие ваши доказательства? Не сработало. И она сознается в своем гнусном заговоре против Леона. Она падает на колени и начинается. Очередная победа. Но Леон недоволен, что пираты не дропнули рарное ожерелье слэш-амулет. Собственно, из-за этого амулета все и затевалось. И внезапно случается очная ставка с Ливией, где она выплескивает накопившиеся в себе переживания и мысли по поводу отношений к ней Леона. Мол, с чего он ей помогает просто так? Со всех что-то требует? А она чем такая особенная? Может ему нужно ее эс? От такой предъявы Леон завис. Но сказать «Ты втираешь мне какую-то дичь» нельзя. Все по факту базарит. И шестеренки в его голове закрутились. Он помогает ей на автомате, так как в одном игре он играл за ее персонажа. Неосознанно, опекая Ливию, он поставил ее в уязвимое положение должника. А так как она неблагородных кровей, то за свою помощь он имеет право принудить ее к такому, что произнести вслух неприлично. Ну а вообще, серия заканчивается на подвешенном воздухе вопросе. Как сделать, чтобы анус всегда был чистым? О-о-о, иди нахуй, найс концовка. Путешествие продолжается. Леон не бросил затею получить святые. Анальные бусы! Для любителей пощекотать очко. По сюжету игры это должно произойти спустя пару лет, но таймлайн пошел по одному месту. После стычки с Ливией Леон, как классический главный герой Иссикая, засунул язык в очко. И Ливии ничего не осталось, как запереться у себя в комнате наедине со своими мыслями. Надеюсь, наши мысли совпадают. Вечером на палубе Леон и Люксиор размышляют над ситуацией с Ливией. В очередной раз убеждаемся, что Люксиор намного умнее и логичнее всех персонажей Иссикаев вместе взятых, что выводит из себя Леона. Кулаками махать, не кукухой работать. Поэтому Леон продолжает гнуть свою линию и отдаляться от Ливии. Также он собирается придерживаться этой тактики и с Анжеликой. Ты ебок, ты тупой! Зрители, так же, как и Люксиор, ловят фейс-пал. Но что поделать, иначе долго и счастливо наступило бы слишком рано. Ааа, поверил, ну и бредятина. На палубу размышлений к Леону выходит фиолетовый. Происходит диалог и движуха, из которой Леон понимает, что крашеным нелегко. И ради внимания своей госпожи Марии им приходится усерднее заниматься собой. Особенно после того, как он разнес их в щепки. Корабль держит курс к логову пиратов. А параллельно поиску святого ожерелья Мария отправилась в высокоуровневое подземелье за поиском святого браслета. Но ее гарем разделился. Двое с Леоном охотятся на пиратов. Принц и Зеленка наказаны в замке. А пятый на вечеринке фанатов с World Art Online. Потому что он мечник. Вот Мария и отдувается на пару со своим Цундера-эльфом, который подъебывает ее при любой возможности. Ливия все так же переживает у себя в каюте. Она корит себя за то, что не сдержалась. Вспоминает всю доброту Леона и хочет, чтобы все было как раньше. Но ее размышления прерывает внезапная атака пиратов. Надобность продолжения пути на базу пиратов отпадает, так как все их основные силы нападают на героев. И основные силы пиратов это все те же всратые дирижабли через копировать вставить. Дуэт Крашеных выпрашивают у Леона Мехов, что он отжал у пиратов в прошлом столкновении. Они склоняют голову, что впечатляет нашего героя и он предоставляет им технику для ведения боя. Новая малобюджетная потасовка состоит в том, что Леон в соло выносит всю мелочь. В то же время Ливи умудряется отдать приказ роботам-охранникам и выбегает на палубу, где на нее западает лидер пиратов. Но его сдерживают дуэт Крашена. Они хоть и слабы, но выигрывают время. Появляется Леон и высвобождает часть своей силы. Леон делит главного пирата на субатомные частицы и забирает дропнутое ожерелье. Отмечу, что лидер пиратов похож на лидера еще меньше, чем предыдущий пират. Поэтому автор попадает в ад в третий раз, а значит будет смотреть том 2 до скончания веков с ананасом в жопе. Ливия подхиливает фиолетового и Леон как типичный малолетний дебил. Думает, что она проникается чувствами к парням, что защищали ее и получили травмы из-за этого. А парни проникнутся к ней, потому что защищали ее, а она их за это лечит. Как вишенку на торте Леон оформляет фразочку «Вы идеальная пара» и зовет Ливию ее полным именем «Оливия», что для нее как ножом по сердцу. Но Леон холоден и гнет свой план по восстановлению изначального сценария атома игры. Пираты поднимают флаг ЛГБТ, сдавая таким образом свою жопу в плен. Леон собирает достойный эрудецкий, который планирует сдать в казну государство. Но святой амулет оставляет себе. Леон делится с Люксиором своими дальнейшими планами. Жопа и сиськи! Жопа и сиськи! Он отдает все заслуги по поимке пиратов крашенам. Один из пунктов его плана также состоит Гарема должны вернуть себе свои титулы. Без достижений этого не достичь. Следующее действие доставить пленных правительству вместе с доказательством связи токсичной герцогини и пиратов. Так сказать их вынести лишний мусор из знати. Люксер же предлагает избавиться от всего мусора и стереть весь мир в труху. Происходит забавный диалог и прилетает запоздалая помощь в лице Анжелики. Анжелика узнав что Леон довел Ливию до слез дает ему пощечины и как Тупая бабища начинает переживать что Леон стал холоден и к ней. Но у нашего героя на дамские переживания морда кирпичом а в голове Но мы то знаем правду в бою с пиратами когда Ливия оказалась в опасности он озверел не на шутку и впервые использовал летальное оружие Внести флюгега Хаймен Так что как бы он себя не обманывал чувства в нем живут Как итог крашеные узнают что Леон отдал им все заслуги и даже ходатайствовал о возвращении титулов Они понимают что недостойны этого и в них разгорается пламя соперничества Они даже просят принца помочь им хоть как-то отплатить Леону за его щедрость Злобную герцогиню заговорщицу ловит заведение дел с пиратами и А не тут-то было Леон получает письмо которое сообщает ему о продвижении его дворянской иерархии благодаря цветному дуо из-за чего он становится на две ступени выше своего отца Тут же приходит второе письмо где отец Рыжули ходатайствует о повышении его титула по окончанию академии Из-за этого Леон рвет на жопе волоса с удвоенной силой Но ничего не попишешь Жизнь в академии продолжается А мое подталкивает меня искать тот самый грузовик иссякайной телепортации Мир атома игр тяжелый мир для мобов заканчивается Третья часть будет короче но максимально насыщенная Жду ее так же как и вы Удачи Счастливо Чмоки Поки Постскриптум Пожалуйста подписываемся на канал Помогаем с продвижением У меня есть силы продолжать делать новые ролики только благодаря вашей поддержке До скорых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...